Привет друзья, с вами Растафари, корейские разработчики ответили на вопросы Еврокомьюнити и я предлагаю вам обзор самого интересного из данного интервью. Но обо всем по порядку, а для начала реклама спонсора видео. Grizzle.ru, новое имя на рынке игровой валюты, набор поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты в описании к видео. Итак, друзья, начнем с одного из самых частых вопросов, будут ли введены мужские версии Лучника, Сорки, Валькирии и Мистика. На что корейцы говорят, что довольно сложно создать уникального и интересного персонажа, а не просто копировать существующего. При этом даже на создание той же копирки уйдет почти не меньше усилий, чем в принципе на создание чего-то уникального. Поэтому, в общем и целом, разработчики изменили со временем свой взгляд на создание аналогичных версий существующих классов в пользу создания именно уникального геймплея. И в настоящее время нет планов на введение персонажей мужского пола для Лучницы, Колдуни и Мистика. Однако для Валькирии уже и так есть альтернатива противоположного пола Воин. Если говорить про мое мнение на данный вопрос, странно тут только одно. По слухам, Лучник-мужчина именно дальнобойный. Лучник должен выйти вместе с землей эльфов. Так что теперь непонятно. Ибо уже были посты, как и про его отмену, на том же старом интервью для Гохи и на то, что он в принципе ожидается. В общем, поживем-увидим, благо скоро Валенция 3.0, а там уже и земля эльфов. Что касается ввода новых рас, разработчики говорят, что в ближайшем времени не планируют создавать что-то уникальное. Однако готовы использовать уже существующие наработки. К примеру, раса Шай. Многие их воспринимают как детей, но по сути это именно отдельная игровая раса. Клиент их как раз уже добавили давно. Носить должны мечи и щиты. Что же выйдет на самом деле? Посмотрим, когда фактически все это включат. На вопрос про краски и базовые варианты красок для всех сказали, что подумывают. Но в принципе не приоритетный момент. Что касается ввода саппортов и хилов, корейцы говорят, что игра сама по себе построена на комбо боевке, уникальной в мире ММО, и не ставит игрока в ограниченные рамки. Как пример, тот же волшебник, который может и бафать и хилить, но не хуже умеет и дамажить. Такой подход позволяет создавать уникальный и интересный геймплей, не ограничивая в его разнообразии и ролях как в группе, так и в гильдии. Касательно расширения территории, кроме будущей части медии, земли эльфов и дворфов и того, что нас ждет в дальнейшем, корейцы сказали, что еще много частей текущего контента закрыто туманом. Юг Кальфиона, Медия, часть Валенсия, эти зоны будут добавлены не только ради новых локаций, но в первую очередь вместе с необычным и уникальным контентом. Как пример, третья часть Валенсии, которая будет в основном посвящена именно морскому контенту, морской торговле и сбору там же в море. Корейцы обещают, что эта часть будет кардинально отличаться от обычной боевки. Чуть позже на вопрос по морскому контенту дали еще чуть-чуть подробностей Валенсии 3.0, а именно они сейчас работают над реализацией системы морских ПВП-сражений, и нас ждут парусники и другие крупные корабли различного назначения. В общем и целом ждем какой-то архейдж в мире быдо. Ставь лайк, если хочешь для начала нормального взаимодействия воды с моделькой, а не гири, падающие на дно при касании с водой. На вопрос же про улучшение соло ПВП и каких-то ПВП ладдеров с аренами, а также своеобразные уравниловки в них, но именно для киберспортивного будущего игры корейцы сказали, что на данный момент есть более приоритетные задачи. К этому вопросу они приступят уже после запуска и доработки игры по всему миру. А улучшения соло и пати ПВП, вспоминаем старые арены в Альсинове, уже вовсю в разработке. ГВГ же составляющая их более-менее устраивает, хотя они всегда пытаются улучшить. К сожалению, почему-то большая часть этих улучшений, а-ля как кланвары со ставками из гилд казны, которые давно уже есть на Корее, к нам почему-то не добавляют. Отдельным блоком стоит выделить вопросы про боссов, рейды и в целом ПВЕ контент. Многих интересует судьба мировых боссов титанов Огр Мутант, Тролль Мутант, Древний Атор, ну огромный босс в пустыне Валенсии, который пока что доступен только как часть квестовой цепочки, а также какой-то лесной титан, возможно это огромное дерево из леса Кальфио. Многих из этих боссов уже можно атаковать, но никого из них не убить. Корейцы обещают, что в будущем добавят определенные необычные фишки и механики для битвы с ними и последующего их убийства. Вводить какие-то данжи корейцы не планируют, ибо сама БДО построена вокруг открытого мира и ГВГ в нем, так что вводить повторяемые подземелья они не будут. А гильдийные и партийные боссы уже есть сейчас, в скором добавятся и другие высокоуровневые боссы. Плюс корейцы постепенно улучшают интеллект мобов, да и в принципе каждый из них имеет какие-то свои особенности фарма, особенно это конечно заметно по мобам в той же Валенсии. А уж чего стоит босс дракон, его сделали безумно крутым по механике после переработки. Корейцы не планируют возвращать формации в том виде, какие они были на ЗБТ в Корее. Однако в будущем, после доработки игры в целом под Евро и РУ регионы, они хотят ее как-то переработать, но уже в другом виде, но сами понимаете ждать нам этого еще очень долго. Что касается грабежа караванов и телег, на данный момент корейцы все еще ищут и думают над системой, которая не позволила бы РМТ, но дала какой-то смысл данному процессу. В общем на данный момент все сложно. Больше всего мне конечно понравился вопрос про уникальный контент для Евро и других версий. А именно, будет ли например улучшенная система флагов ПВП, крутая механика РБ как у Валенсийского дракона, или же вы будете отталкиваться от того, что реализовали в Корее. На что корейцы говорят, что да, конечно. Именно по этой причине настройки ПВП немного отличаются в Корее, России и Японии, ведь главной целью является создание крутого ощущения от игры, вне зависимости от региона. Тем не менее, они всегда готовы к созданию и переработке каких-то особенностей игровой механики или предметов в зависимости от предпочтений игроков различных регионов. И если игроки в Северной Америке или Европе захотят уникальный контент, мы определенно сможем его сделать. В таком случае, конечно, мы нуждаемся в многочисленном фидбэке, и тогда ваш регион получит какие-то особые дополнения рано или поздно. И вот тут у меня возникает вопрос, а почему забыли про нас? Обещали, что тоже все будет переделываться, механика будет доработываться, а в итоге нам уже скоро как три месяца не могут завести три четверти балансовых патчей, в котором понерфили и переработали гигантов. А вот другие части балансовых правок как для гиганта, так и для других классов нам почему-то не добавили, хотя на Корее они все вышли с промежутком в неделю. И это, честно, только верхушка айсберга, куда ни ткни, везде обрывки патчей, контент-то вводят, но безумно криво и зачастую без основных его фишек. Касательно профессии и расширения их общего количества, корейцев больше волнует, конечно, общая заинтересованность и вообще вовлеченность людей в крафт, а не его изменения. Поэтому сейчас они больше рассматривают различные способы его улучшения. Например, недавно обсуждали систему сбора для группы и для гильдии. В будущем корейцы хотят добавить более сложных и интересных квестов, однако главным правилом является, конечно, свобода, чтобы игроки не чувствовали себя обязанными их выполнять ради каких-то суперредких или сильных наград. Ну и напоследок задали довольно важный вопрос, волнующий и меня, и, думаю, других игроков. Чем дальше развивается игра, тем больше разрыв между старичками и новичками, как они планируют его сокращать и сделать игру более завязанной на руках, нежели игрой про шмот. На Корее сейчас революция практически полностью введена. Это обеспечивает довольно большое количество контента, но что они собираются делать в ситуации, когда разница между существующими и новыми игроками все больше и больше. Речь, конечно, идет об эквипе. В общем и целом сейчас корейцы идут именно к сокращению этого пути, этого разрыва. В Валенсии уже ввели сферы, не позволяющие предметы расточиться в минус. Пусть, конечно, их требуются сотни и оправдывают они себя только на высоком уровне заточки, тем не менее любой сможет позволить себе со временем заточиться. А вместе с точкой выше 20 и до 25 вообще понерфили безопасную заточку до 15. Да и на топовой заточке сильно не разогнаться. И по сути разрыв со временем становится не так силен, это реальный факт. Налицо сейчас другая проблема баланса между классами, которые уже получили пробуждение, и классами, которые его не получили. Да и честно, даже между пробужденными классами баланса какого-то нет. Корейцы сначала планируют добавить пробуждение всем классам, а потом уже дорабатывать их в принципе. К нам же по слухам из узких кругов вообще планируют добавлять их сразу наборами по несколько. Это по-моему безумно правильно и хорошая идея. В общем и целом будущие обновы во многом будут ориентированы на развитие игры с точки зрения разнообразия контента, а не роста уровня заточки. Кроме того, на какое-то время отказались от введения полноценного нового сильного эквипа в каждой обнове. Ибо игроки этого хотят, конечно, но с каждой обновы это бы вносило все больше и больше дисбаланс. Так что сейчас усилия разработчиков направлены именно на балансировку и доработку текущих механик, а также создание более разнообразного и интересного контента помимо гринда. Вот такое вот, ребята, вышло интервью. Очень много, как и полезного материала, но, конечно, воды, если честно, не меньше. Надеюсь, что вам понравился выпуск. Пишите свои комментарии и вопросы по-услышанному. Ставьте свои пальцы вверх, ведь именно от них зависит, когда выйдет новое видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в паблик ВК и делитесь данным видео с друзьями. Вам не сложно, а мне приятно. Всем удачи и увидимся на просторах Блокдазер, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok